Привет! Вы на канале Airsoft Rus и это обзор снайперской винтовки SVDS от компании ARES. SVDS создавалась для воздушно-десантных войск. Она имеет складной приклад и укороченный ствол. В первую очередь стоит сказать, что это спринг. То есть перед каждым выстрелом вы должны вручную заводить пружину. Плюс такой системы в том, что вы не зависите от аккумуляторов или газа, а значит всегда в строю, но пока есть шары. Недостаток же в том, что скорострельность напрямую зависит от того, как быстро вы можете передернуть в затвор, либо от того, как быстро вы устанете. Для снайперской винтовки спринг это обычное дело и к тому же есть некое особое удовольствие играть с подобным оружием, ведь оно требует от вас полной отдачи и собранности. Все как с настоящей винтовкой. Приклад, ствольная коробка и ствол выполнены из алюминиевого сплава. Цевьё пластиковое. Также из пластика выполнен бункерный магазин, который идет в комплекте. Мне, если честно, не очень понятно, зачем снайперская винтовка комплектуется бункером. Ведь он шумит, гремит, демаскирует стрелка. Нужно сразу докупать механы. К слову, механы подойдут только RES-овские. CIMO и Realsward не подходят из-за разного расположения горловины магазина приемника. Сама винтовка в стойке имеет люфты. На цевье и на крышке ствольной коробки. При желании их достаточно легко устранить. Хотя какое желание? Лучше их, конечно же, устранять. Тут приятным фактом будет то, что цевьё и приклад можно поставить от боевой СВД. И не люфтит, и на ощупь приятнее. Кстати, в целом СВД достаточно точно копирует боевой прототип. На крышке ствольной коробки даже есть надписи Жмаш. Впрочем, у настоящей СВД его нет, но выглядит стильно. Винтовка имеет две антабки. Спереди и на прикладе. Сам приклад из металла с пластиковым тыльником. Имеет удобный подчёчник, который в разложенном состоянии может фиксироваться в двух положениях. Это нужно, если прицелы, которые вы устанавливаете, имеют разную линию прицеливания. А прицелы, к слову, устанавливаются на ласточкин хвост. Либо отечественные, например, ПСО, либо кронштейны, переходники на планку Пикатинни. Сам приклад складывается по нажатию кнопки и фиксируется в сложенном положении. Для того, чтобы его разложить, нужно нажать на кнопку на прикладе. Режим стрельбы только одиночный, как и на боевой. Впрочем, здесь это из-за того, что она спринговая. Принохранитель положения сейв не даёт возможность взводить затвор, как и на оригинальной винтовке. За затвором находится хоп-ап. Чтобы получить лёгкий доступ к нему, нужно взвести пружину, а затем регулировать. Сам хоп весьма приятный и позволяет очень точно настраивать резинку за счёт плавности хода колёсика. Будьте осторожны и не нажмите на спуск в этот момент. Крышка ствольной коробки открывается поворотом рычага. Как минимум на моей винтовке он ходил очень легко, и его нужно было слегка подтянуть для надёжности. Под крышкой мы можем видеть весь несложный механизм, который, между прочим, неплохо поддаётся тюнингу. В этом, кстати, ещё один плюс спринга – здесь очень мало деталей, и, соответственно, меньше возможности что-то сломать. Меньше деталей – больше надёжность. Всё просто. Спринг, конечно же, системы не для всех. Если вам нравится бегать и заливать врага шквалом шаров, то вряд ли вам будет интересна СВД. Однако, если вам нравится вдумчивый снайпинг, то обратить внимание на болтовку от Ореса стоит однозначно. При 120 мысах в базе она неплохо тюнится, и даже в стоке выдаёт неплохую дальность полёта шара. Что касается самой СВДС, то воевать с ней куда приятнее за счёт лучшей эргономики. Тут можно говорить что угодно, но укороченный ствол намного удобнее, когда приходится часто перемещаться. Да и возить её удобнее, сложив приклад. Не нужен огромный чехол, как под обычную СВД. Больше информации о винтовке СВДС от Ореса вы можете найти на сайте airsoft.ru